Приветствую всех, кто присоединился к нам сегодня. Добро пожаловать. Для меня это большая честь и привилегия сегодня делиться словом с вами. Наши сердца, сердца всех христиан Великобритании сегодня бьются в унисон с вами. Особенно сейчас, когда мы недавно отмечали годовщину начала полномасштабной войны в Украине. Мы много видели репортажи по новостям у нас на телевидении о тех трудностях, которые переживают семьи, разделенные из-за войны. Новости о том, как жизни людей просто были разрушены, как их мечты были разрушены. И многим из вас пришлось искать убежище в других странах. И, конечно же, мы видим только маленькую часть того, через что вам сейчас приходится проходить. Но мы все братья и сестры. И мы можем молиться. Сейчас мы молимся больше всего за то, чтобы вы знали, как никогда раньше, что Господь с вами. Что Он не оставил вас. Чтобы вы испытывали Его заботу и Его нежность по отношению к вам. Чтобы у вас была настоящая надежда в Нем. Иногда, когда я молюсь, Господь напоминает мне. Что Он так близко с теми, кто сокрушен, кто разбит и чей Дух смирен перед Ним. Я знаю, что это правда. Я знаю это не только из своей жизни. Но потому что мы это видим и в вашей жизни, когда вы смело проходите эти испытания, держась за Него. И даже сегодня вы смотрите вверх, вы смотрите туда, откуда приходит ваша помощь. Хотя многие из вас находятся посреди очень тяжелых обстоятельств. Мы слышим истории, свидетельства о том, как вы на практике переживаете Его верность, Его заботу о вас. Даже переживаете Его чудеса. И мы знаем, что Бог с вами. Даже посреди долины смертной тени. Сегодня для меня большая честь. Для меня это такая очень смиренная роль, которую я сейчас могу выполнить для Бога. Поделиться с вами, ободрить вас. Поделиться той надеждой, которую я обрела в Нем. Особенно сегодня, когда мы будем говорить на тему исцеления для людей, пострадавших от насилия. Я сама пережила очень много насилия в жизни. И я так благодарна за то, что Господь наполнил мою жизнь своим сильным, настоящим исцелением. И я могу абсолютно честно сегодня говорить о том, что я свободна от всех ужасных симптомов и последствий насилия, которые когда-то были в моей жизни. От чувства вины, стыда и от чувства несправедливости. Я свободна от той глубокой боли, которая раньше мучила меня каждый день. И я так благодарна Господу за то, что я могу жить в свободе. И Господь положил мне на сердце желание делиться моим свидетельством и надеждой с другими людьми. И я хочу ободрить вас сегодня в истинной и настоящей надежде, которая у нас есть во Христе Иисусе. И я знаю, что многие из вас прямо сейчас живут в очень тяжелых обстоятельствах. Когда мы говорим о насилии, мы часто в первую очередь думаем о сексуальном насилии. Но на самом деле, человек, который переживал насилие и в другой сфере, наносили ему вред или каким-то образом проявляли насилие, это тоже серьезное и настоящее насилие. И это противоположно Божьему сердцу любви. Насилие — это полная противоположность Божьей заботы и сострадания, которое Бог хочет, чтобы мы переживали. Потому что Бог хочет, чтобы мы, как Его дети, переживали Его заботу и сострадание. Насилие исходит от сатаны. Сатана — это Божий враг. И он также наш враг. И в Иоанна 10.10 мы читаем, что вор приходит только для того, чтобы украсть, убить и погубить. Но слава Богу за ту надежду, которую мы имеем во Христе Иисусе. Иисус сказал, что я пришел, чтобы мы имели жизнь, и чтобы мы наслаждались этой жизнью. Чтобы мы имели эту жизнь в избытке, во всей полноте, чтобы мы были переполнены этой жизнью. Спасибо, Господь, за то, что Ты пришел, чтобы спасти всех угнетенных. Всех, кто переживал насилие, а кто был лишен чего-то, у кого что-то отняли. Он пришел, чтобы восстановить нас. Он пришел, чтобы вернуть нам, чтобы искупить нас. Мы читаем такие слова Иисуса, что Господь помазал меня. Иисус говорит о себе. Господь помазал меня благовествовать смиренным и страдающим. Он послал меня возвещать благую весть сокрушенным сердцем. Он послал меня перевязывать раны сокрушенных людей. Провозглашать освобождение. Освобождение из заточения и осуждения. Для тех, кто находится в физическом и духовном плену. Свободу всем узникам. Провозглашать лето Господне благоприятное и день мщения и возмездия Бога нашего. Чтобы утешить всех сетующих. И возвестить сетующим на Сионе, что им дается украшение вместо пепла. Украшение вместо пепла. Пепел это символ горевания, символ скорби. Но вместо скорби, вместо траура, Бог дает нам елей радости. Он дает нам славную одежду вместо унылого духа. И мне очень нравится следующая часть этого текста. И назовут их деревами праведности. Сильными и великолепными. Отличающимися своей целостностью. Справедливостью и правильным положением перед Богом. Насаждением Господа, чтобы Он был прославлен. Какое удивительное обещание. Возможно, сегодня вы не чувствуете себя великолепным и каким-то славным. Но это Его обещание для нас. И когда мы слышим эти слова обещания, это как бальзам на нашу раненую душу. Но если мы будем честными сами с собой, то, наверное, мы признаем, что бывают периоды, когда мы сомневаемся в этом. Когда мы задаемся вопросом. Может ли Бог действительно исцелить меня? Может ли Он действительно восстановить и вернуть мне то, что я потеряла? Может ли Он действительно искупить мою ситуацию, когда так много утрачено? Моя история не похожа на Вашу. Но у меня все равно возникали такие вопросы. Насилие, жестокое обращение оставляет нас в чувстве стыда. Когда с тобой поступали как с ничего не стоящим человеком. Когда у тебя забирали то, что принадлежит тебе. Я знаю это из собственной жизни. Когда тебя может наполнить чувство бесполезности, никчемности. Когда с тобой обращаться так, как будто ты ничего не стоишь. Чувство опустошения. Когда это чувство потери проникает так глубоко, что ты не можешь с этим справиться. И я знаю, что многие из вас переживают сейчас это огромное чувство потери. И иногда вам кажется, что это настолько вас переполняет, что вы не можете справиться. Может быть, сегодня вы задаетесь вопросом, может ли действительно Бог исцелить это чувство потери и скорби? Это огромное чувство потери, которое он переполняет мою жизнь. И сегодня я хочу ободрить вас. Что Бог с вами. Он понимает, с чем вам приходится иметь дело. Он понимает, что вы испытываете. Он лучше, чем кто-либо на этом свете знает глубину вашей боли. Помните, что сам Бог является нашим отцом. Отцом, который скорбит от потери так многих своих детей. Когда мы страдаем и задаемся этим вопросом, может ли Бог действительно исцелить меня? Полезно подумать над тем, что мы имеем в виду, когда мы говорим слово исцеление. Когда мы думаем об исцелении. Как мы вообще понимаем, что такое исцеление? Иногда мы так сильно хотим освободиться от боли, что мы думаем, что избавление от боли – это и есть конечная цель нашего исцеления. И, конечно, это понятно, это природное желание. Но реальность такова, что Иисус не убирает просто одним каким-то движением, движением волшебной палочки, всю нашу боль. Я из своего опыта знаю, что исцеление не означает, что ты просто больше не чувствуешь боль, потери. Потому что те вещи или те люди, которых мы потеряли, на самом деле были очень важной и ценной частью нашей жизни. Они были и все еще остаются частью личности, которой вы являетесь сегодня. И для меня, даже имея все исцеление, которое Бог мне дал, эти потери все еще являются частью меня сегодняшней. И они дороги для меня. Они слишком дороги для меня и для Бога, чтобы просто их стереть, как будто их никогда не было, и как будто они не повлияли на меня. Это не означает, что у меня нет надежды. Изменения, которые происходят в результате исцеления, это что вот эти все потери больше не парализуют меня, они больше не переполняют меня так, что я не могу с этим справиться. В своей нежной любви ко мне Господь искупил эти потери. Я помню, как я кричала Богу в таком недоумении, как ты можешь вернуть мне те года, которые пожрала саранча. И я думаю, что и вы иногда испытывали кое-же самое чувство и задавали эти вопросы Богу. Но я могу абсолютно честно сказать, что Бог это сделал так, как я не могла себе даже представить. Он действительно восстановил те годы, которые пожрала саранча. В своей любви к нам Господь действительно приносит это искупление всех потерь, которые мы перенесли. Если бы это было не так, я бы не могла сегодня говорить то, что я говорю вам. Мы читаем в Его Слове, что мы будем утешать других тем же самым утешением, которое мы приняли от Него сами. И мы сможем утешать других, когда мы сами примем от Бога то, что Он хочет нам дать в самой тяжелой ситуации, в глубине нашей боли, когда Он приходит и исцеляет нас. Когда Он находит нас, и когда мы обретаем Его в глубине этой боли. И с этим ничто не может сравниться. В Своей любви и сострадании Он жаждет найти вас. В том месте боли и потери, которые испытываете лично вы. И Он хочет показать вам очень реально, что Он действительно с вами. Он хочет, чтобы вы почувствовали, насколько Он заботится о вас. Насколько для Него это важно. Все боли и потери, которые чувствуете вы, для Него очень важны. И вы лично для Него очень важны. Он хочет принести вам Его нежную заботу. Его любовь и глубокое чувство мира посреди этой боли. И это не происходит в один момент. Для этого нужно время. Но наш Небесный Отец такой добрый. И Он дает нам то время, в котором мы нуждаемся. Он знает, что нам нужно время. Время, чтобы выразить всю эту боль. Время, чтобы осознать и пережить все эти потери. И когда нам больно, нам бывает нелегко проходить через это. Потому что мы действительно хотим, чтобы боль ушла. Но очень важно, чтобы мы подчинились Его пониманию времени. Чтобы мы сами дали себе время пройти через этот процесс скорби и горевания. И, может быть, нам нужно просить у Него о терпении к самим себе. Чтобы мы относились к себе так же терпеливо, как Он относится к нам терпеливо. И это нелегко. Иисус сказал, что узкий путь ведет к жизни. И многие из вас уже переживают. Вот это чувство осознания своей боли. Когда вы осознаете свою боль, вы начинаете чувствовать эти интенсивные эмоции. Глубокое чувство печали и скорби. И даже чувство шока. Вы испытываете гнев из-за пережитой несправедливости. Может быть, внутри у вас все кипит, и вы просто хотите кричать, что это несправедливо. Это неправильно. Может быть, вы испытываете чувство вины. Например, вы испытываете вину из-за того, что вы в безопасности, когда другие люди находятся в угрозе. Или вы можете испытывать чувство вины из-за того, что вы заболели, или вы являетесь абузой для кого-то. И другим людям приходится заботиться о вас. Может быть, вы испытываете чувство глубокой тревоги и страха. И внутри себя вы чувствуете такое сильное желание, чтобы ситуация изменилась. Вот так хотите, чтобы все поменялось. Вы жаждете, чтобы не было так тяжело, чтобы не было так больно. Действительно, сталкиваться с реальностью может быть очень тяжело. Но очень важно, чтобы мы это сделали. И чтобы мы на самом деле выразили свою скорбь. Чтобы мы разбили этот большой комок горечи и боли. Чтобы мы почувствовали и поняли, что именно мы чувствуем. Назвали это словами. Потому что когда мы честные с сами собой, когда мы реально понимаем, что с нами происходит, это помогает нам проходить через боль и получать исцеление. Тогда мы уже не будем застревать в этом, как в трясине. Может быть, вам нужно просто выговорить эту боль и потерю. Проговорить ее, выплакать ее. Может быть, уже никогда ваша жизнь не будет прежней. Может быть, вы потеряли какие-то дорогие отношения. А может быть, вы потеряли близкого друга или родителя. Или ребенка. Может быть, вы потеряли мечту. Ваши мечты разбились. Желание, чтобы что-то произошло. А теперь вы понимаете, этого никогда не произойдет. Может быть, вы потеряли здоровье. Потеряли руку или ногу. Наш Небесный Отец хочет исцелить ваши чувства. Для Него это очень драгоценно. Он не считает, что это напрасно потраченные чувства. Иисус умер, чтобы спасти нас от наших грехов. Но Он также умер для того, чтобы исцелить нас. И наш Небесный Отец хочет, чтобы у нас с Ним были вот эти настоящие, реальные отношения. Поэтому очень важно, чтобы вы нашли этот способ. Способ, который будет подходящим для вас. Способ выразить реальность ваших чувств. Может быть, вам будет подходить такой способ, как, например, выговорить свои чувства, выплакать их. Мне очень помогало писать мои чувства на бумаге. Когда я могла выразить мою боль на бумаге, мне это помогало ее прочувствовать. Мне также помогает держать физически какой-то предмет близко, как бы в объятиях. Может быть, вам поможет такое действие, как посадить какие-то растения в саду, как памятный знак. Я знаю людей, которые потеряли своих детей. Одна из этих женщин посадила розу, розовый куст у себя в саду. И она наблюдает за тем, как эта роза расцветает в саду. Это действие стало драгоценным для нее, потому что это помогает ей почувствовать связь с тем, что она потеряла. Не в плохом смысле. Это помогает ей понимать драгоценность ребенка, которого она потеряла. Может быть, вам поможет такое действие, как слушать музыку или играть музыку. Или еще одно действие, раскрасить камень и поместить его в какое-то особенное место. Господь использует такие действия, когда мы выражаем свои чувства, чтобы утешать нас в нашей боли. Это помогает Богу принести нам свой мир глубоко внутрь нас. В Иоанна 14, 27, Иисус сказал, Я даю вам подарок. Я оставляю вам свой мир. Мой мир я даю вам, и я даю вам не так, как дает этот мир. Пусть ничего не тревожит ваше сердце. Не бойтесь. Даже когда мы находимся посреди шторма, Он может принести свой мир прямо в нашу ситуацию. Глубокий мир прямо в глубину нашего сердца. Когда мы посреди шторма, Бог как бы вводит в самый центр, где мы находимся в безопасности. И когда мы переживаем это чувство мира, укрепляется чувство доверия, которое мы, возможно, потеряли. Когда мы чувствовали, что мы уже не можем никому доверять, Бог восстанавливает это доверие к Нему. Мы начинаем снова доверять Господу Иисусу. Мы начинаем переживать Его реальное присутствие с нами. Его любовь к нам. Хотя мы еще можем не видеть выхода из этой ситуации, где мы находимся. Мы вдруг видим и обнаруживаем силу, которую Он нам дает пережить это. Именно в той реальности, которую мы переживаем, когда мы начинаем выражать свои реальные чувства, Бог делает свою глубокую исцеляющую работу в нас. Он привлекает нас так близко к себе. Он помогает нам почувствовать то, что мы пережили, и понять, что это действительно произошло с нами. Это наше, это часть нашей жизни. И посреди всего этого Он дает нам свое утешение и дает нам почувствовать свою заботу. Мы понимаем, что все эти глубокие потери, они действительно часть нашей жизни. Но больше это не причиняет нам вреда. Это больше не переполняет нас так, что мы не можем с этим справиться. Конечно, это все нелегко. Но как раз посреди вот этого трудного процесса выражения своей боли перед Богом, Бог дает нам свое исцеление. И это прекрасная исцеляющая работа, которая происходит внутри нас. И сейчас Господь наполнил мне один гимн, который мы поем в Великобритании. Мне кажется, что слова этого гимна взяты из 62 главы Исаии. Это слова Господа, которые Он говорит к нам. Он говорит, что я изменю твое имя. И ты уже больше не будешь называться раненой, изгнанной, одинокой, боящейся. Твое новое имя будет уверенное, радостное, побеждающее, друг Бога, та или тот, кто ищет Его лица. Я знаю, когда мы проходим через боль, нам бывает сложно принять все то, что хочет нам дать Бог. Вот такие слова, такие обещания. Нам тяжело поверить, что мы можем чувствовать себя уверенно и радостно, что мы можем все это преодолеть и быть победителями. Но наши чувства не меняют реальности Божьего обещания. Бог не нарушает своих обещаний. Это Его желание сердца для нас. И тогда боль о потере, боль о скорби становится уже не такой острой. И наш любящий Небесный Отец помогает нам дойти до этого момента, когда боль уже не такая острая. Когда мы уже можем смириться с этими потерями. Когда уже мы можем принять их как часть того, кто мы есть. Когда уже без чувства терзания мы можем сказать. Даже с чувством мира мы можем сказать. Да, я потеряла свою мечту. Я утратила того, что хотела. Например, я потеряла свой дом. Или я утратила свое здоровье. Я потеряла близкого человека. Даже ребенка. Это часть того, кто я есть. Но эта потеря уже не причиняет мне боль. И в этом процессе Бог оживляет нас. Он не торопит нас. Потому что на это нужно время. И по чуть-чуть, шаг за шагом, мы приближаемся к этому месту, где мы можем доверять Ему. Мы обретаем более глубокие отношения с Ним. Мы чувствуем себя укрепленными. И мы знаем глубоко внутри, что мы переживаем Его восстановление. И мы начинаем обретать надежду в Его обещаниях, что наша жизнь снова может быть хорошей. Мы не можем сами это сделать. Просто созидая эти отношения с Ним, насколько мы можем, и Бог сочувствует нам, Он понимает, что нам нелегко. Он проходит это вместе с нами. И Он не рассчитывает, что вы будете делать то, на что вы не способны. Но шаг за шагом Он ведет вас дальше. Он ведет вас вперед. Он ведет вас по этому прекрасному плану искупления. Он ведет вас к исполнению всех этих драгоценных обетований, записанных в 61 главе Исаии. Так выглядит настоящее исцеление. Никогда все наши потери просто волшебным образом стираются. Но когда Бог приводит нас к этому моменту искупления, когда Он сам восстанавливает нас. Однажды я читала книгу, и я помню, как одна строчка в этой книге очень меня вдохновила. Там есть такие слова, что мы не хотим, чтобы последний параграф нашей истории жизни звучал так. Это был человек, который пережил много потерь. Но когда мы обращаем наши сердца каждый день к Богу, мы сами пишем историю жизни, которая завершится другими словами, что несмотря на все потери и боль, этот человек обрел глубокую радость в Божьей любви. И меня это так вдохновило. Я знаю, что только когда я проходила свои глубокие потери вместе с Ним, это помогло мне познать Его как своего Отца. помогло мне пережить Его настоящую любовь ко мне. Я на самом деле прочувствовала, что я могу доверять Ему, несмотря ни на что. Если бы не все это, я бы не узнала Его так, как я Его знаю сейчас. Если бы я не позволила Ему войти в мои страдания. И я хочу вдохновить вас освидетельствам еще одной женщины, которая тоже пережила очень много насилия. И так же, как и многие из вас, она очень много потеряла. На пути к своему исцелению я могла идти рядом с Ней и служить Ей. И однажды Господь показал ей такое видение, что она идет по мосту над глубокой пропастью. Это нелегкий мост. Потому что доски на этом мосту частично разрушены, их не хватает. И Господь сказал ей, что она должна возложить всю свою надежду на Него. 100% надежды. 90% недостаточно. Она поняла, что столкнуться и посмотреть в лицо вот этим глубоким потерям, насилию и боли, которые она пережила. И тем глубоким вопросом, связанным с прощением своих обидчиков, это невозможно без полного доверия Богу. По-другому не получится. Конечно, дьявол тут еще пытается помешать. Он говорит нам, что у нас никогда не получится. Что это слишком тяжело. Слишком больно. Что простить все это просто невозможно. Он хочет, чтобы мы смотрели на все вот эти невозможности. На все эти сломанные доски, дырки в этом мосту. И на эту пропасть, которая находится внизу. На вот это место безнадежности, в котором мы бы оказались, если бы не Иисус. Когда я готовилась к сегодняшнему эфиру, у меня было такое чувство, что вот эта картинка, она коснется многих из вас, что многие из вас чувствуют что-то подобное. То многие из вас находятся в таких обстоятельствах, где вы вообще ничего не можете контролировать, что вы как будто идете по такому мосту. Что вы были в опасности и, может быть, до сих пор находитесь в реальной опасности. Когда вы имеете дело с очень глубокими потерями и чувством горя, что в человеческом понимании вам кажется, что у вас под ногами нет твердой земли, на которой вы могли бы стоять. Но Господь знает очень точно и Он очень хорошо понимает, где вы находитесь. Он понимает, что вам тяжело Ему доверять. Он понимает, что вы стараетесь держаться за Него. И Он рядом с вами, Он держит вас. И Он верный. В этом видении Бог показал этой женщине, что Он ведет ее день за днем, шаг за шагом. Что Он сам направляет ее шаги по этому опасному мосту и что Он проведет ее. Он проведет ее в то место безопасности и Он направляет ее каждый шаг. Каждый шаг к ее настоящему исцелению. И я знаю, что Бог испытывает это сердечное желание по отношению к каждому из вас. Мы читаем в Исаии 30, 21. Если ты уклонишься налево или направо, то за спиной услышишь голос, который скажет, «Вот правильный путь, иди по Нему». Посреди всего этого Он является твоим Богом. И Он будет радоваться о тебе. Он успокоит тебя своей любовью. Он возрадуется о тебе с пением. Такой наш Бог. Он наш Спаситель. Он тот, кто восстанавливает и кто дает нам искупление. Хотя этот мир становится все темнее и темнее. и вы в странах Восточной Европы переживаете это больше сейчас, чем кто бы то ни было. Но посреди этого Господь сияет ярче и ярче. Его свет сияет на всех, кто переживал угнетение. На всех, кто действительно пострадал. Его свет открыт для тех, кто бежит к Нему, кто нашел Его посреди этих страданий. для тех, кто обрел Его и познал Его, что Он рядом, когда мы в Нем нуждаемся. Бог дает нам Его украшения. Его елей радости вместо унылого духа. Он дает нам одежду радости вместо отчаянного духа. Помните, мы уже читали это обещание, что Бог назовет нас деревами праведности. Сильными и великолепными. Отличающимися своей целостностью. справедливостью и правильным положением перед Богом. Мы насаждение Господа, чтобы Он был прославлен. Он прикасается к сокрушенным сердцем. И Он восстанавливает. Он формирует что-то прекрасное внутри нас. Он делает нас красивыми. И эту красоту уже никто не заберет от нас. И даже сейчас вы являетесь свидетелями того, кто Бог и как Он может исцелять. и вы будете свидетелями и в будущем, когда Бог совершит эту исцеляющую работу в вас. Вы являетесь Его голосом. И вы будете провозглашать то, что Он сделал. так что весь мир узнает о Нем. Об этом пророчествовал Исаия в 43 главе. Слушай внимательно. Я собираюсь сделать что-то новое. Сейчас оно проявится. Разве вы не будете знать об этом? Даже в пустыне я проложу дорогу. Проложу реки в пустыне. Полевые звери прославят меня. Шакалы и страусы. Потому что я дал воды в пустыне и реки в сухой степи. Чтобы напоить народ мой. Избранный мой. Люди, которых я создал для себя, возвестят мне хвалу. Хотя сейчас вы можете сомневаться и думать, как Бог может исцелить меня. Или как Бог может явить свою славу через меня. Может быть сейчас вы держитесь изо всех сил, как будто вы уже кончиками пальцев пытаетесь держаться за эту истину. но Бог с вами и Он держит вас. Он никогда вас не отпустит. Он не подведет. Он может исцелить тебя. Он хочет утешить тебя и исцелить тебя посреди опустошения. Он хочет оживить тебя. Он хочет дать тебе свою красоту, свое украшение вместо пепла. Помните его слова «Я Господь Целитель Твой». Сейчас я хотела бы в завершении помолиться о вас. Но перед этим я хочу прочитать слова из 45 Псалма. Бог наша сила и крепость. Помощь посреди скорби. Поэтому мы не устрашимся. пусть даже дрогнет сама земля и горы обрушатся в бездну моря. Пусть воды морские ревут и пенятся и горы дрожат от их волнения. речные речные потоки радуют Божий город. Речные потоки радуют Божий город. Святилище, где обитает Всевышний. Бог в этом городе. И он не падет. Бог поддерживает его на заре. Народы метутся и царства рушатся. Он подает свой голос и тает земля. С нами Господь сил, Господь всемогущий. Бог Иакова наша крепость. Придите и посмотрите на дела Господа. Какие опустошения он произвел на земле. До краев земли прекращает он войны. До краев земли. ломает лук и расщепляет копье. И сжигает дотла щиты. Он говорит, остановитесь и познайте, что я Бог. Я буду превознесен в народах. Я буду превознесен на земле. с нами Господь сил. Бог Иакова Господь сил с вами. Бог Иакова наша крепость. Отец Небесный спасибо за то, что ты наш Бог сил, ты наш Бог всемогущий. Ты над всем и ты больше всего. И в то же время ты наш любящий Небесный Отец. И твое сердце скорбит за каждого из твоих драгоценных детей. За каждого, кто пострадал от такой тяжелой несправедливости. За каждого, кто пострадал от рук твоего врага, от сатаны. Ты хочешь помочь каждому, кто был лишен многого, с кем поступили несправедливо. Спасибо, Отец, за то, что ты сейчас с каждым из них. Посреди всей этой боли, посреди всех страданий. Я сейчас чувствую то, что Господь хочет сказать вам, что Он с вами. Посреди тревог и страхов. Посреди опустошения. Посреди вашей сокрушенности и сердечной боли. Посреди всех потерь и всего горя, которое вы пережили. посреди всего этого замешательства. Посреди всех этих попыток вообще понять, что происходит и зачем это нужно. Он с вами. Эммануэл, Бог с тобой. И он сказал, «Остановись и познай, что я Бог». «Остановись и познай, что я Бог». «Я твое убежище». «Я твое безопасное место, в котором ты можешь укрыться и обрести покой и утешение. Он твое убежище и он сейчас нежно зовет тебя посреди всех тревог и страха. Приди в убежище под его защиту. Все сокрушенные сердцем. Примите этот исцеляющий бальзам его нежной заботы и его любви. Посреди всей этой боли, посреди этих кровоточащих ран, Господь дает свой исцеляющий бальзам. Примите его силу посреди вашей усталости. Если раньше вам казалось, что у вас уже нет сил и больше нет ресурсов, чтобы продолжать жить, Бог говорит, что я твое убежище, я твоя сила. Я твоя помощь посреди всех бед. Он Бог всемогущий и Он с тобой. Он твоя крепость. Он твой добрый добрый пастырь. И хотя многие из вас сейчас проходят через долину смертной тени, я хочу быть комфортным Он хочет, чтобы вы утешились, чтобы вы поняли, хотя может быть вам кажется, что вы остались сами, что нет никого рядом, кто бы помог. Вам кажется, что вас все бросили и что вы полностью одиноки, что вам некуда идти за помощью. Он говорит, что я с тобой. Я близко к сокрушенным сердцем. И я спасаю сокрушенных сердцем. Даже перед лицом твоих врагов, в присутствии твоих врагов, он говорит, что я приготовил пир для тебя. Спасибо тебе, отец. Отец, я прошу, чтобы ты сейчас укрепил твоих детей, тех, кто переживает чувство тревоги и страха, чтобы ты помог им прийти к тебе под твою защиту, войти в тебя как в убежище. чтобы ты помог тем, кто переживает скорбь и потерю, принять твое утешение. Тем, кто чувствует себя опустошенным. помоги твоим духом принять настоящую надежду в тебе. Помоги поверить в твой план спасения и искупления. Искупи все их страдания. тем, кто сокрушен сейчас в сердце, чье сердце разбито, принеси свой мир, который превыше всякого понимания. Ободри Господь каждого и покажи, что ты рядом, что ты вместе с ними. спасешь, что ты восстановишь, что ты исцелишь. Отец, я прошу, чтобы ты дал им свое украшение вместо их пепла. Соверши эту прекрасную искупительную работу, все, что было потеряно, ты можешь искупить. Чтобы они знали, что ничто не прошло напрасно, что все, что они пережили, так драгоценно для тебя. Отец, пусть будет твоя воля. Мы просим во имя Иисуса. Аминь. Спасибо, Джули. Дорогие друзья, у нас сейчас будет время обсуждения в малых группах, о какой потере вы скорбите или о какой потере может скорбеть человек в целом. Например, потеря чего-то, о чем мечтал и чего не будет уже никогда, потеря работы, карьеры, потеря отношений, потеря чувства безопасности, защиты. Обсудите различные виды эмоций, которые являются частью прохождения через потерю и горе. Например, шок, отрицание реальности, гнев, депрессия, принятие, надежда. Какие практические действия облегчили бы получение Божьего утешения и исцеления. Например, записывать мысли, чувства, рассказывать, слушать музыку, раскрашивать камни, заниматься творчеством и размещать их где-то в качестве мемориала памятного знака. Пожалуйста, присылайте нам ваши отзывы на этот имейл, а также добавляйтесь в группу в Вайпере либо в Телеграм. По этому телефону можно получить всю информацию. мемориала в мемориала